Здравия желаю, дорогие друзья! Попутный ветер надувает паруса, И под плеск набегающих волн Мы открываем наш концерт. Послушный ветру перемен Мы покидаем бухту под названием «Вчера» И держим курс на гавань с именем «Сегодня». Словно гряда прибрежных холмов, Мимо нас проплывают события минувшего года. Мы подведем итог всему, что удалось. Но гавань с именем «Сегодня» неконечная, И нам непременно захочется увидеть Новые неведомые берега. А потому полный вперед! Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Аплодисменты! Вот главная награда артисту! И первое, чему нужно научиться музыканту, это звонко хлопать в ладоши. Попробуйте хлопать вместе с нами, и я верю, у вас получится! Аплодисменты! Субтитры подогнал «Симон» И, конечно, с маленького котенка Степашки, который не хотел ловить мышей. Субтитры подогнал «Симон» Маленький конек по имени Огонек любит скакать по лесным дорожкам. Да только мама тревожится, как бы зверь лесной его не обидит, и, набегавшись в домы, спешит огонек домой к своей маме лошадке няше. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я выучил уже семь нот. Сыграю вверх, проснется солнце, и замурлычет песню кот. Субтитры подогнал «Симон» Наступит вечер, и когда в густых басах задремлют чаще, у меня мама скажет «Красота! Играй, сынок, играй почаще!» Семь нот я выучил пока, но каждый день играю гаммы, чтоб пели птицы в облаках, и чтобы радовалась мама. Субтитры подогнал «Симон» Как бы ни было трудно в учении, музыка дарит нам приятные эмоции. А приятные эмоции мы можем разделить с теми, кого любим. Песня, которая сейчас прозвучит, сначала была подарком на день рождения любимой сестренки. Теперь же она порадует всех нас. Субтитры подогнал «Симон» Именно песня, добрая, близкая, понятная, становится первым другом маленького музыканта. Следующий наш артист очень тщательно подбирает для себя репертуар, и я вполне разделяю его принципы. Ведь если играть, то любимая... Играет музыка Играет музыка Играет музыка Следующую песню можно считать настоящим гимном творческих людей. Ведь нести радость людям — это и есть наше призвание. Играет музыка Играет музыка С каждым новым концертом мы замечаем, как выросли наши дети. Как усложнился их репертуар. За плечами у каждого свои трудности и свои подвиги. Пусть же родители, вновь мысленно пройдя этот путь, преисполнятся счастьем и гордостью за достижение своих детей. Играет музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Если верить в чудеса, они непременно случаются. Не верите? Напрасно! Вот, например, сейчас мы с вами окажемся на балу, где кружится в вальсе настоящая, милая, очаровательная принцесса. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Следующие два волшебника окончили учебный год на дни пятерки. Конечно, скажете вы, на то они и волшебники. Взмахнул волшебная палочка, и вот тебе и пятерка. Нет, друзья мои, на самом деле все было иначе. Просто наши ребята знают самый главный волшебный секрет. Чудеса надо делать своими руками. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Но старый сборник руки треплет, Измучив бедного ганона, Вдруг ощущая сталь и трепет, Натянутой по камертону, От смелого прикосновения Забьется медью слева где-то, Оставив позади сомненье, За что мучение мне это? Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Благодаря следующей артистке, концертный репертуар нашего класса обогатился яркими произведениями. Музыка, которую она мечтает сыграть, чаще всего не фортепианная, однако новые идеи вселяют вдохновение и в меня. В нашем творческом содружестве рождаются аранжировки популярных произведений, которые потом с удовольствием играют новые поколения ребят. Так было и на этот раз. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 был очень на нее похож. Добрый, рассудительный, справедливый. А роль Кума Картошки из спектакля Чаполина я сочиняла уже специально для нее. И я думаю, что Джанни Радари не ввел в свою сказку этого принципиального и честного героя только потому, что у него не было такой поля. Она легко вдохновлялась всеми моими идеями, и я этим от души пользовалась. И вместе мы смогли осуществить много масштабных музыкальных замыслов. Много лет Полина увлекается рисованием. И обучаясь этому почти самостоятельно, каждый раз удивляет меня выразительностью портретов. Лица людей на них словно живые. Все эти образы навеяны впечатлениями от прочитанной книги, интересным фильмом и визуализированы исключительно воображением Полины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создав DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Саша Баранов С самого детства был очень серьезен В массовых шалостях участия не принимал А лет этак в шесть Он мне пересказывал радиопередачу О происхождении черных дыр И говорил научным языком Так гладко и выразительно Словно долго готовился к этой лекции Я спросила Сколько раз он слушал передачу? Саша удивился и сказал Так ведь они не повторяются Однажды, придя на урок после занятий шахматами Шестилетний Саша был чем-то огорчен На мой вопрос о причине он подытожил Мне жизнь все время ставит мат Однако, несмотря на это Саша достиг успехов во многих областях И успешно окончил музыкальную школу Когда пришел в музыкальную школу Мне было шесть лет На самом деле меня привели сюда родители Мама решила, что будет лучшим занятием Что это будет игра на фортепиано И она отдала меня в музыкальную школу Которую она сама и окончила Это помогает развивать всестороннее мышление человека Ну и так далее Что же могу сказать хорошей музыкальной школе? Ну, во-первых, это преподаватель Мария Викторовна Это крайне хороший преподаватель Она может найти общий язык с абсолютно С учениками всеми И произведения, которые дает она Это тоже очень качественно подобранные Под каждого человека Благодаря ней я научился играть на фортепиано И в принципе полюбил музыку Также это театр Это надолго отпечатается в моей памяти Я всегда буду помнить это Потому что, когда собираешься коллективом Делаешь постановки Это очень увлекает Это действительно интересно Когда театр был Мы все объединялись в одну общую команду Играешь одну роль И ты должен подстраиваться под других И вот эти все совместные действия Не сплочают И получается единая команда Ну и также могу сказать пару слов Про теорию сольфежу Не могу сказать, что оно мне очень сильно нравилось Но я все же почерпнул оттуда какие-то знания Ну и в общем-то музыкальная школа ставила мне только хорошие воспоминания Ничего плохого такого не было По крайней мере вспомнить я ничего не могу Несмотря на все сложности Я решил закончить музыкальную школу Во-первых, это самая простая причина Если ты начал дело, то нужно его закончить А вторая, это просто моя совесть То есть я должен отдавать себе слово о том, что я честно закончил музыкальную школу По следующим поколениям я пожелаю, чтобы они трудились усердно Потому что это необходимо Это им пригодится в жизни, так как труд важен для человека в целом Человек трудится, чтобы достичь определенного результата КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Дорогая наша любимая Мария Викторовна! Мы, конечно, очень рады, что наш сын успешно закончил музыкальную школу, но еще больше мы рады, что в течение такого долгого промежутка времени вы находили в себе силы дарить ему любовь, дарить ему свои силы вообще, какие были у вас. Помогать ему не только осваивать какие-то азы, не только азы музыки, но и поддерживали его морально во всех его каких-то начинаниях. Когда у него какие-то даже были, может быть, там свои мальчишеские проблемы, о которых он не говорил родителям. Поэтому в стенах музыкальной школы можно сказать, что вы для него стали, наверное, второй мамой. И, конечно, мы бы хотели продолжить эту традицию и младших сестренок его тоже у вас обучать. Вас никогда не забудем, обязательно будем всегда навещать, очень-очень вас любим. Любовь к старшему брату и стремление быть похожей на него делают жизнь насыщенной и интересной. Идет ли речь о пристрастии к точным наукам, о спортивных достижениях или о музыке? Наша следующая артистка не боится трудностей, поскольку и в этом бесстрашии у нее есть замечательный пример. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В декабре 2020 года мир отмечал 250-летие со дня рождения нашего пра-пра-учителя Людвига Ивана Бетховена. Тема судьбы злого рока проходит не только через все его творчество, но через всю его жизнь. Едва ли можно придумать более жестокое испытание, чем глухота для человека, чья жизнь заключена в многообразии звука. И я схвачу судьбу за глотку, совсем согнуть меня ей не удастся. Борьба человеческого духа и его торжество стали главной темой творчества Бетховена, и в этой борьбе он действительно победил до самого конца, оставаясь верным своему призванию. В заключении нашего концерта прозвучит знаменитая Пятая симфония Бетховена, о которой он говорит. Так судьба стучится в дверь. Пятая симфония Бетховена 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Наш корабль возвращается в родную гавань. Но мы-то знаем, что сегодня – это только начало пути, и наших героев ждет неведомое, манящее завтра. Что это будет? Тихая ли гавань? Огромный ли материк по каким-то причинам незамеченный Колумбом? У каждого свое. И я желаю каждому кораблю большого и интересного плавания. И, конечно, семь футов под килем. Субтитры подогнал «Симон»